жильцы у этого дома это же просто капец представляет ребята зимой вот так оказаться на улице в куче каких-то вещей непонятных сумок курток ботинок я даже вот это не разглядел короче какая-то женщина во всем этом лежит спит не боится замерзнуть наверно выбора нет уже мне кажется где-нибудь в подвале жилого дома гораздо теплее и лучше было бы пригаситься ну или там я не знаю в больницу в какой-нибудь не знаю да инвалидов обратиться на члежку сейчас же ночлежек всяких куча как так вот человек может взять просто между плитами таких накидать тряпок короче засыпаться этими тряпками и также но это просто жить жесть да вот такой вот последний это ребята всем привет после выхода моего последнего ролика ко мне на почту просто пришло огромное количество писем от подписчиков которые хотели знать что же случилось и какова судьба той женщины которую я нашел в груди старых вещей на заброшке меня тоже очень интересовал этот вопрос потому что на мой взгляд женщина была вполне себе адекватная голос у нее был достаточно грамотный и не было никакой не агрессии ничего такого чтобы меня оттолкнуло и я пошел в тору в дэв которые забрали эту женщину ну и задал соответствующий логический вопрос где же все-таки это женщина куда ее определили и что с ней случилось на что конечно мне не хотели сначала ничего отвечать но в конечном итоге я все-таки добился и мне ответили что на самом деле этот персонаж то весьма непростой оказался сейчас ребят посмотрите очень внимательно видеоряд который я сделал и логический ответ на все вопросы он сам собой появится когда меня осенил этот ответ у меня одну реально волосы дыбом стали девушка подросток 16 лет спала в лифтовую скважину она видела последний момент что мелькнула какая-то тень и кто-то ее как будто бы толкнул вот так вот ребята одна из скважин плита по-прежнему там над головой зависает и смотрите видите этот ленточки натянули скорее всего здесь она где-то и упала они разбилась до конца скорее всего задержали вот эти железные перекладины ребята ну дай бог не ходите в таких мест непонятный вот они эти дырки ху блин такое ощущение ну там точно никого не было ну шаги были может кто-то следом за мной пошел ладно надо наверх выбираться вот она лесенка блин тут и там есть неприятно когда за тобой кто-то ходит можно здесь конечно какие-то закутки были в которые я не заглянул и там кто-то находился капец ребята смотрите как все рушится перекрытие падает стены тоже скоро это этажное здание просто возьмет и упадет ну ладно нет никого пойдем наверх что первый этаж на после падения девчонки смотрите все дырки замуровали чтобы никто сюда не лазил фу блин фига лента шуршит как будто кто-то за углом стоит прикольно да здесь все выходы заделали вот таким образом ленточками все лифтовые не опасно для жизни да видите как засуетились стоило произойти какое-то происшествие сразу все окна заделали ну что пойдем поищем где здесь эта комната была по-любому там кто-то есть не зря мне кажется что кто-то ходил вот я же говорил хрена я точно здесь не один и это был человек похоже на тот кто здесь живет в этой комнате вот опять слышали ребята по кирпичу кто-то ходит следующий фрагмент я вообще не стал вставлять в видео так как камера не успела заснять то что увидел я а я отчетливо увидел как некий силуэт промелькнул в отверстие в полу нифига тут смотрите стена аварийная даже пометили она еще просела в дырку скоро точно рухнет денджер опасность еще одна лифтовая опять я потерял киндейку вы видите или это глюк у меня хрена тут пробежал только что промелькнул я вдруг шарился по кирпичам да тут вот чтобы ловушка вот такими переметами не покрылись их все почистили прикольно уже не так опасно но по крайней мере уже видно раньше идешь и боишься на переметы наступить потому что под каждым переметом может быть ох нифига тут чей-то гардероб может быть это за мной следит это хозяин своего этого барахла смотрели здесь какие-то книжки учебники вчера прикол вещи-то вполне себе неплохие на бомжу а это кто? я неожиданно а вы где? а вам зачем? да собственно не зачем конечно ну давайте разойдемся миром а вам помощь не нужна? сигарета есть? да не курю к сожалению ну тогда все а вы не боитесь замерзнуть здесь? да вроде пока нет да и вам спокойной ночи да ребят вот так неожиданно местного жителя встретил точнее местную жительницу ни хрена прикол а теперь внимание сейчас самое время подвести итог и выстроить логическую цепочку и так знаете что мне ответили в полиции мне сказали что той дамой оказался молодой мужчина страдающий раздвоением личности и его конечно отправили в психиатрическую клинику ну давайте разойдемся миром а вам помощь не нужна? сигарета есть? да не курю к сожалению ну тогда все а вы не боитесь замерзнуть здесь? да вроде пока нет да добрый мир и вам спокойной ночи девушка подросток 16 лет спала в лифтовую скважину она видела в последний момент что мелькнула какая-то тень и кто-то ее как будто бы толкнуло и там да это это что вновь это 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 как это так что вновь